Выпускной в противопожарном институте, пожалуй, самое зрелищное мероприятие среди аналогичных. Традиционное выступление оркестра вуза, барабанщицы и вальс. В этом году пикантности торжеству придавал ливень, под который 300 выпускников вступали во взрослую жизнь. Из-за ненастия поздравительные речи первых лиц региона и офицеров противопожарной службы были сведены к минимуму. По нашему глубокому убеждению, что за последние годы институт в материально-техническом плане, в плане подготовки, продвинулся вперед. Это одно из лучших учебных заведений нашей системы и, по моему мнению, силовых блоков. Этот 44 выпуск в вузе считается особенным. Это первый выпуск начальника института генерал-майора Игоря Малого. Будущие огнеборцы так себя и называют – дети Малого. Подготовка к выпускному в вузе занимает не одну неделю, поэтому помешать задуманному не могла даже погода. После молебной коленопреклонения пред знаменем страны института на залитой дождем площадки начался вальс. Девушки в легких платьях вымокли до нитки, но настроение это не испортило. Я собираюсь строиться инструктором профилактики. Для меня это очень близко, мне это нравится. Заниматься буду агитацией противопожарной, буду работать с детишками, детских садиков, школах. Все пять лет, которые пролетели в этом институте, это было просто незабываемо. Поэтому сейчас у меня такой волнующий момент, и я даже не знаю, как уж тут плакать, не плакать, просто счастливо. У выпускников противопожарного вуза множество традиций. На выпускном обязательно должен грянуть салют. А на торжественном построении в небо должны лететь монеты разного достоинства. Откуда берет начало эта традиция, наверное, не вспомнят даже старожилы. Да нет, на зарплату это никак не влияет. Мне кажется, просто весело это. Ну, смотрится хорошо и красиво, когда закидывают монетками. В таком составе ребята не смогут собраться уже никогда, рассказывают офицеры противопожарной службы. Молодые специалисты разъедутся по разным городам России. Работать выпускники будут в подразделениях пожарной охраны 32 субъектов страны. От Брянска до Ямала-Ненецкого автономного округа Чеченской республики. В Главном управлении МЧС по Ивановской области останется всего 10 выпускников этого года.